Всем привет! Всем доброе, холодное субботнее утро. Ой, холодно, правда. Машина ледяная. Мы с самого утра с Лешей едем на доставки. У нас сегодня две доставки. Одна так далече от Киева. Такое впечатление, что и не уезжала. Вчера на релаксе целый день дома провела, особо ничего не делала. Мелкие уборки. Приготовила мяско вкусное на ужин. Леша работал. Соня делала картину, которую бабушка ей передала, подарила из мозаики цветной. Прям увлеклась она. Давно не делала. Соскучилась по творческой работе. Я играла с котами. Кексу повычерсывала колтуны. Пока у меня не было, у него там три или четыре колтуна маленьких образовалась. С Джоником провела время, гладила его. В общем, нормально. Со всеми поигралась. И со Степой, и с Боней. Все хорошо. Леша в дорогу взял два диска, которые я привезла. Будем слушать. Один это Ангел. Я вам, наверное, показывала. Второй вот такой мы еще нашли. Евроденс 2002 год. Какой-то вот такой сборничек. Послушаем. Все. Отправляемся в дорогу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас есть свободное время между доставками. Хотели походить по магазинам. В биржку хотела зайти, сравнить цены. В Заре, в Сенсей. Но объявили воздушную тревогу. Купили кофе. Идем в паркинг пережидать. Ходили, ходили, ребята. Мы по паркингу, по всем этажам. В общем, заблудились. Но вышли на улицу. Тут намного лучше. Машину нашли. Да, там холодно. Тут солнышко светит. Очень красиво. Класс. Деревья с листочками уже. Так быстро. Красиво, как по стене бьется. Видишь? Сейчас я приближу. Красиво. 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 третий бьется. Он из-за oncological오 현상. Мы где-то вас seres на него. Нет, лучше скушали. Куда идем? Куда-тащить твой? Угу. Куда идем? Туда? Тут нет. А путь держали мы, оказывается, в этот магазин. Бэдбой. И что тут, Лёш? спиртное вроде спиртное вроде она надо спиртное для плоти к мальчику такая хорошим девочкам там делать нечего мне на улице ждать ну да хорошо автоматом понят спасибо а тут оказывается целый супермаркет алкоголя а нам тут не только алкоголь любви всякие вкусняшки в марте 700 в марте я хочу в алмарк на такие маленькие скромные бутылочки какая классно это гром наверное да я так думаю не знаю да такие такие вот такие украинский дух водочка тут кожаная в целом прикольно и пока красиво и и и и и и Даже сакреи есть, это редкость. Биттеры всякие, травы. Тут, наверное, все, что есть в этом приложении, из которого мы делали с тобой рецепты. Добавьте то, добавьте то. Тут, наверное, можно любой ингредиент найти в этом магазине. Вон ты на игру, у меня такая маленькая есть. Уже отбой, зашли в вершку. Тут громкая музыка, поэтому буду снимать с наложением своей музыки. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в 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 DimaTorzok Вот это мне нравится. Вот это прикольно. Классно? Классно. Так, сколько стоит? 1250. Малюсенький каблучок, легкий. Мне кажется, они должны быть удобными. Класс. Обратите внимание. Какие симпатичные шлепки. Так, они смотрятся на ножки. Это ткань. Так, цена нашей красоты. 1700. Ну, такие тоже ничего. Не знаю, как они удобные или неудобные. Симпатичные. Летние шортики прикольные. 949. Вот уже есть 36 размер топы. Такой беленький есть. И красный топы у нас. Причем. 429. Ну, для лета, мне кажется, она несколько толстоватая ткань. А, ну, это хлопок, поэтому не будет жарко. У меня вопрос к этому платью. А куда девать их ручь? Ну, давай скажите, пожалуйста, а где, где, куда? Ну, так, конечно, ну, классно. Прямо как под шелк. Сейчас я почитаю состав ткани. Полиэстер, ребятки. Полиэстер. Вот такая сумочка геометричная. Поезд интересный. Так, сколько она стоит? Тысяча. Тысяча. Ну, такое. Ну, такое. Ближе подкажу вам. Ну, почему бы и нет. Вот еще один представитель. Ой, это мягенькая, прикольная. По качеству классная. Интересная фурнитура. Заблудился? Вышел, пошел в сторону, за ракомой. Еще не могу. А в том был, где ты ходил, где ты ходил. Я тебя ходил, пока мы не по лестнице. Так что и в это надо отпускать. По-моему, какая интересная ручка. Симпатичная сумочка. Симпатичная сумка. Я хочу Лешу показать. Леш, глянь, платье. У меня вопрос. А куда грудь? Это, наверное, там, где нет их. А, там, где нет, да? То есть, девочки с грудью обделены такой красотой, да? А так прикольная, глянь. Вообще, нет места. Ой, какой цвет шикарный. Вот этот цвет. Шорт и юбка. Ну, пока плотная ткань. Костюмная, я бы сказала. 1099. Летом будет жарко. Ах ты, может, Соне такая сумка понравится? Интересно. Такой цвет. Кстати, цвет подходит под ее новый комбинезон, вот этот зеленый. Ммм, может быть, она такую захочет суть? Так, сколько стоит такая красота? 1450. Она затягивается. И есть ремешок, видно? Интересно. Ну, и вот малышечка такая симпатичная. Такая симпатичная. 1300. И длинный ремешок. Несколько отделений. Центральные под замочком. Такая тоже миленькая. Ну, какой интересный укороченный пиджак. Мне такое нравится. И вышивка. Класс. 2400. Очень-очень симпатичный. Симпатичный. И есть, кстати, брюки. Можно костюм сделать. Яркие, блестящие шлюпки. Ну, такой она любителям. Тысяча. Ну, легенькие. И вот интересное платье летнее. Видите, какая ткань. Интересная вышивка. 1700. Такой сарафанчик. Вот такие платья моя мама любит. Кстати, стопроцентный лен. Свободного кроя. И вот красивый цвет есть такой олива. Покольная. Покольная. Цена. 1900. Ну, это лен. Внизу разрезы. Внизу разрезы. Интересно. Вот это классный, кстати, сарафан. Открытая спина по центру разрез. Классная. Классная. Мне такое нравится. 1450. Ну, если было бы время, но мы уже спешим. Можно померить. Это красиво будет сидеть. А вот есть такие малютки в золотом цвете. Ручка такая черная. Черный металлик. Я даже не знаю, как это назвать. А вот такая же, как я вам показывала, черная, только она лаковая. Малышки такие стоят 1300. И этот тоже 1300. Загружается вторая доставка. Будем ехать аж в сторону Борисполя. Далеко. Распогодилось, слава богу. Сегодня нет дождя. Чистое голубое небо. Солнышко. Ура. В gaps. Ура. Солаецкий field. В nursing ритм. Ура. Продолжение следует. Соль медик. Ура. Вست. В括ди. Ура. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Прикольно, прикольно. Да, резиденция. И буду тут тусить. Рояль, кстати, смотри. Табличка вон есть. Бассейн. Там веранда красивая. Там они. Частная территория, прикольно. Мы уже, ребята, давно дома. Пообедали, отдохнули. Я вот включила камеру, чтобы показать вам красоту. Красоту, как она есть. Лелечек и Джоник. Спят на стульчике. Вот они обожают эти стулья. О, мне работы каждый день их чистить. Ну, ничего. Заварила сегодня ромашку. Чаек. И протираю Джонику глазки. Текут немножко глазки у него. Ну, у него один глазик отсутствует. Вот он прям течет. Не хочу никакие капли капать. А попробую просто обычной ромашечкой. Да? Да, мой Джоник. Жалко тебя будить, мой сладкого. Вот я ему протерла глазки. Сейчас все хорошо. Видите? Вот такие мальчики. Вот такой мальчик мой хороший. И Лелику хорошо, да? И Лелик огреет Джоник. И Джонику хорошо. Ни один на месте. Уже никто ни на кого не шипит. Все уже приняли Джоника в семью. Да? Останешься с нами, Джоник? Будешь с нами? Джон? А? Не поедешь никуда? Будешь с нами? Ну, хороший. Я же вам забыла показать, какие покупки, которые я привезла из Латвии. Да, Степа помогает мне. Вот в Пепке есть такой магазин в Латвии. И там вот такой туннельчик. Стоит недорого. С игрушечкой. У нас есть большой туннель. А это маленький. Он складывается удобно, быстро, компактно. Вот тут завязочки есть. Видите? Вот тут есть завязочки. Быстро раскладывается. Вот такой принт. Рыбки. И зашла очень хорошо эта игрулька. И Степе, и Бонни, и Джоник тут носился. И кекс. Да? Степ? Тебе понравилась эта игрулька? Одобрямс? Одобрямс. И у нас сегодня праздник, ребята. У нас из горячего крана пошла горячая вода. Больше недели не было. Водыхал горячие. Огрели кастрюльки. А сегодня прям праздник. Да, Степ? Праздник? Скажи, мне все равно. У меня язык есть. Не надо мне никакая вода ваша, да? Не, ну я должен пить чистую воду. Тогда у меня не будет обезвоживания. Я смогу за собой ухаживать. Кстати, ребята, если вы видите на улице грязного кота, это говорит о том, что он очень давно не пил воду. Ну, естественно, и не ел. Но в первую очередь, хотя бы дайте ему воды. Потому что здоровое, не обезвоженное животное всегда будет за собой ухаживать. Если оно неопрятное, значит, он не пил воду. Вот такой момент. Все, ребятки. Так, тут пусто теперь. И немножко грустно. Здесь стояла клетка. Тут была Люська. Теперь этого ничего нет. Ну, мама меня радует новостями. Все с Люсей хорошо. Уже тоже на нее никто не шипит. Она как бы в стаю прибилась. Вместе со всеми котиками кушает. Вместе со всеми котиками лежит на кровати. И даже пыталась Люся облизывать Алису. И Алисе это понравилось. То есть она не убежала, не шипела, не кусалась. То есть она приняла эту ситуацию. И позволила себя вылизывать. Степа, ну что такое? Ну что? Ну что? Красавчик мой. Толстобокий. Так что вот такие, ребятки, дела. А, я вам еще сейчас одну красоту покажу. Вот такую обалденно красивую картину Соня почти закончила. Мама ее купила, потому что реально это Шиба. Вот согласитесь. Кто знает Шибу, копия. Вот. И у мамы, ну, и мало времени. И это очень такая кропотливая работа. Тяжело напрягать зрение. В общем, мама попросила Сонечку, чтобы она закончила эту картину. Тут мама она немножко начинала. И сегодня второй день, как я приехала, не может оторваться. И прям очень так зашло это дело. Ну, она любит таким заниматься. Почти картина готова. Вот остались вот мелкие-мелкие еще проплешинки. Ну, она закончит сегодня. Вот такая красота. И я, ребята, потихоньку отстирывая вещи из хуманы, вот, постирала вот эту куртку джинсовую. Она обалденная. Соня, она очень понравилась. Она на ней классно сидит. Вообще, мы все вещи примерили. Все, что я планировала, что будет носить Соня, так и оказалось. То есть, у меня получается вот этот пиджак легкий. Не знаю, показывал я его или нет. Но, когда будет сезон и в сочетании с брюками, либо с легкими джинсами под топик, это будет классно. Такой легкий, прикольный. И, Леша, все вещи, которые я купила, все идеально подошли, сели. Тоже стирка и будет носить. Вот такие кофточки от Зары и такая светлая. Ну, в общем, на Лешке тоже покажу, когда мы будем надевать. Тоже покажу. Так что удачно. Вообще, для меня покупки в таких рода магазинах, это всегда было непонятно, как можно там что-то найти. Интересное, прикольное. И даже не для дома. Но, оказывается, можно в день завоза найти интересные вещи по приятным ценам, практически в идеальном состоянии. То есть, они, некоторые даже продаются с бирками. То есть, их никто не носил. Классно. Я сразу хочу с вами попрощаться на сегодня. Буду монтировать влог. Хотим посмотреть с Лешей сериал новый. Если зайдет, я оставлю свою рекомендацию. Будем отдыхать. Всем спокойной ночи. Тихой. Выходных. Хороших. Позитивных. Верим в лучшее. Всем пока-пока.